Сразу несколько крупных транспортных проектов будут завершены в Москве в этом году, в их числе окончание реконструкции пересадочного узла на площади трех вокзалов, а также открытие третьего и четвертого диаметров. Ну, кстати, из-за подготовки к запуску МЦД-3 на Казанском направлении с 31 марта будет скорректировано расписание пригородных электричек. Анна Балан с подробностями. Так рабочих предупреждают о приближающемся поезде. На время строительства движения поездов не останавливают, поэтому все работы проводятся в нескольких этапах. Почти построен поворотный тоннель на участке Москва-Перова. Внутри него будут проезжать электрички будущего направления МЦД-3, а над ним поезда дальнего следования в сторону Казанского вокзала. Тем самым поезда не мешают друг другу, будут следовать с тем графиком, который рассчитан. Это 118 пар МЦД-3, значит, и все остальные поезда, около 250 пар на Казанский вокзал. Для этого нужно старые пути демонтировать и уложить новые. Кстати, по новой, бесстыковочной технологии. Это так называемый бархатный путь. А на некоторых участках, как здесь, вблизи жилых домов и объектов культурного наследия, будут использовать специальные маты, поглощающие вибрации. Эти маты, они будут уложены под железнодорожный путь. Тем самым они возьмут на себя вибрационные нагрузки и снизят влияние, скажем так, от поездов. Строящийся третий диаметр протяженностью 85 километров соединит северо-запад и юго-восток Зеленоград и Раменское. Всего на маршруте будет 41 остановка, 14 из них – пересадочные на метро и Московское кольцо. А так пройдет будущая ветка четвертого диаметра – от Апрелевки до железнодорожного. Она свяжет все семь вокзалов столицы – Белорусский, Рижский, Савеловский, Курский, а также Ярославский, Казанский и Ленинградский с остановкой на станции, которая теперь так и называется – Площадь трех вокзалов. Частично вестибюль станции Площадь трех вокзалов был открыт еще летом. Сейчас отсюда пассажиры отправляются по направлению МЦД-2. А за этой стеной, никто даже не подозревает, продолжается строительство второй части вестибюля для МЦД-4. Вот этот комплекс, который мы строим, он предназначен для пересадки, не выходя из вестибюля на МЦД-2, МЦД-4. Раньше это была небольшая станция Каланчевска. Без навеса, без удобств. Такие, скорее, полустанки были почти на всех пригородных направлениях. Теперь на их месте появляются современные вестибюли и платформы. Два московских центральных диаметра уже построены и запущены. Ежедневно ими пользуются около 600 тысяч пассажиров. МЦД работает в режиме наземного метро с интервалами движения поездов в 5-7 минут. Доезжали до Щербинки, а там у нас, значит, этот микрорайон Новомосковский. Нам приходилось добираться еще транспортом на автобусе. Это было очень удобно. А теперь у нас открыли станцию Астафьева. 7 минут, и я у дома. Завершим работу не только на диаметрах, но и на них появятся абсолютно новые городские и пригородные, железнодорожные вокзалы и крупные транспортно-пересадочные узлы. Например, жители Зеленограда, помимо нового наземного метро, который они так ждут, получат и один из самых больших ТПУ, и в день его пассажиропоток будет составлять порядка 60-65 тысяч пассажиров. Оба новых диаметра, третий и четвертый, запустят уже осенью этого года. Анна Балана, Расул Фиткулин, Артем Рыжиков, Анастасия Роев, Татьяна Попова. Вести. Продолжение следует...